Привет, мои хорошие! С вами Селена, и сегодня мы с вами приготовим новый рецептик для меня сырников. Они будут вот в таких вот формочках. На просторах интернета я нашла интересные сырники с бананом, и мне показались они очень простые и интересные, тем более я давно хотела из фикс прайса вот эти корзиночки затестить. И вместе с вами сейчас мы попробуем сделать все это, а потом попробуем на вкус. Оставайтесь со мной! Итак, у нас будет диетический, на самом деле, такой, знаете, как ПП, сырнички, можно так сказать, да? В общем, у нас будет одно яичко, у нас будет 100 грамм рисовой муки. Я пудов беру обычно, давно брала уже, и вот оно у меня здесь есть. Рисовая мука, кстати, часто ее используют в выпечке. Дальше бананчик у нас будет, у нас будет сахарозаменитель ФИТ, который я люблю, и творог у нас будет 5%. Творог или творог, не знаю, как правильно. Еще нам понадобится блендер, все это вот заблендерить, чтобы было все прикольненько, да? И что? Ну и все. Крошки мои, я прекрасно понимаю, чем мы с вами занимаемся на моей кухне. Конечно же, мы экспериментируем. И всегда, даже когда я беру рецепты какие-то с интернета, не всегда мои ожидания оправдываются. Но я для вас нашла прекрасный бесплатный мастер-класс от Полины Филимоновой. Ее кондитерские шедевры просто восхищают. Невероятная работа. Она основатель самой большой кондитерской онлайн-школы, и сейчас у нее можно пройти бесплатный мастер-класс. Я прекрасно понимаю, что в выпечке, изготовлении тортов очень много нюансов. И замечательно, когда рядом с вами есть профессионал, который в онлайн-режиме может ответить на все ваши вопросы. Я вставлю вам здесь фотографии работ некоторых учеников Полины. Не правда ли? Потрясающе! На ее бесплатном мастер-классе вы узнаете, как готовить более 35 видов разных десертов. Если вы любите радовать и удивлять своих близких, а может быть вы хотите зарабатывать на этом, то вам обязательно нужно попасть на бесплатный мастер-класс от Полины. Ссылку на бесплатный мастер-класс я оставлю под видео. Проходите, регистрируйтесь, я уверена, у вас все получится. У Полины также есть свой YouTube-канал, ссылку на который я тоже оставлю под видео. Я, знаете, вообще сейчас в домашнем и решила, знаете, вот это вот наряжаться. Еще она вот... Я вот готовлю спонтанно, сейчас придет Таня ко мне в гости. Я думаю, блин, что вы приготовите? А то все время ко мне кто-то приходит, и я их чем-то угощаю. Теперь мне понравилось, я тут готовлю каждый день. И думаю, блин, а Таня придет, и ей все время все не достается, не успевает она. Поэтому, думаю, сейчас вот она буквально через 15-10 минут придет. Я не знаю, успею я, наверное, не успею приготовить, но уже хотя бы вытащу их из духовки, да, будем ждать. Поэтому пока она едет, мы сейчас с вами все это дело сделаем. Итак, все, делаем быстренько. Я люблю быстрые рецепты. Рисовая мука, кстати, она очень хороша. Она не содержит, блин, какой-то клейкости там, из-за которой мы поправляемся, которая что-то там задерживает, да. Сахар-заменитель вот этот хороший. Единственное, что здесь у нас получается лактоза в твороге, это тот же сахар, да, и 5% жирности, то есть это не обезжиренный, да. Ну и банан сам по себе может быть, тоже сахар содержит, фруктозу. То есть, если совсем говорить о, ну как бы правильное питание, оно-то правильное, потому что лактоза более натуральный там сахар, да, фруктоза более там натуральный сахар, нежели обычный сахар. Поэтому как бы правильное питание. Но не скажу, что оно совсем диетическое, потому что когда я сидела на диете, нам нельзя было есть ни молочку, ни фрукты. Итак, взбиваем. Одно яичко, немножко сахара, буквально, ну вообще там по вкусу на самом деле делайте. Я сделаю где-то пол чайной ложки, даже меньше, и это равняется где-то 2 чайным ложкам обычного сахара. Я, в общем, на вкус, я сейчас попробую еще на вкус. Мне еще надо будет, знаете, приспособиться, как бы поставить ракурс так, чтобы меньше шатать саму камеру, и чтобы вы меня видели. Взбиваем яйцо с сахаром. Вообще, на самом деле, можно не взбивать, а просто перемешать это все в мисочке. Не знаю, зачем их взбиваю, честно, не понимаю. У меня есть вот такая прозрачная посудина, в ней мы можем все это дело взбивать. Я не знаю, зачем я достала и испачкала вот этого для блендера. Сахар взбили, теперь мы добавляем творог. Здесь у меня 220 грамм, вообще желательно 180, но мы можем немного не доложить. Просто вот так вот. Посмотрим, что за масса тут у нас получится. Что-то, девочки, мешаю я мешаю, мне кажется, но здесь получится вообще, как кот наплакал, честное слово. Поэтому я открываю всю пачку и делаю 2 яйца. Еще одно яичко вливаю. Вторую пачку творога, а он как раз 2% у нас. У нас получится даже почти диетическое. Вот так вот сделаем. И сахарку, конечно же, добавим еще. Пробуем на сахарок. Можно добавить еще. Творожок немного кислый сам по себе, поэтому. Конечно, это неправильно, то, что я сахар сейчас сюда прям кидаю. Надо было еще одно яйцо отдельно взбить. Но я думаю, ничего страшного. Главное, чтобы они в итоге получились вкусные. Вот теперь сахара. Хорошо. Дальше я сюда добавлю воднилинчика для аромата. Совсем чуть-чуть, просто реально, чтобы был аромат. Ой, запах сразу изменился. Совсем другое дело. Теперь нам понадобится вместо 100 грамм муки, да, то, что на одно яичко нужно было 100 грамм муки. Нам нужно будет взять 200 грамм муки. Это где-то стаканчик получается. Но я, девочки, замесю все на глаз, чтобы была консистенция нужная. Может быть, и не нужно так много. По рецепту там нарисовано 100 грамм на одно яйцо и одну пачку. 180 грамм. Становится более нежная такая масса. Здесь, кстати, на вот этой пачке рисовой муки нарисован еще рецепт рисовой маффины. О, Таня стучит. Где мой Деня? Деня, иди, Таня, встречай, скорее. Деня меня не любит уже. Побежала. Ну что, мы замешали нашу массу. Я думаю, что такой консистенции вполне себе нормально. Теперь мы берем наш бананчик, очищаем его и на тоненькие колечки режем. Теперь мы достаем наши корзиночки. Их тут 20 штук. Я думаю, нам должно хватить. Здесь два вот таких вот вида. Они такие, такие. Я думаю, мы часть таких используем, часть других. Не знаю, сколько мне понадобится. Сделаю вот четыре таких. Четыре таких. Так, помою ручки. И теперь самое интересное, что мы будем делать. Мы берем ложечку нашей массы, кладем сюда. Сейчас надо взять, наверное, еще маленькую ложечку, чтобы это все аккуратно выкладывать. Кладем сюда, распределяем. Так, можно еще даже. Так, руки чистые, ладно. Можно пальцем, я думаю. Вот так вот. Теперь мы берем наш бананчик, выкладываем сюда аккуратненько. Это такая начинка. Это с начинкой банановой называется. И сверху мы закрываем нашу начинку. И так мы делаем с каждым. И так, смотрите, я закончила. Все разложила. Мне кажется, я немножко тупанула тем, что я прям полную наложила. Мне кажется, что в духовке оно поднимется еще. Я просто помню прошлое, у меня поднимались. Ну хрен да с ним. Я еще три сделала, неполные положила. Мы заодно и сравним, как бы. Да, тупанула я или нет. На удивление, я правильно сделала, что использовала две пачки творога, два яйца. Все сделала в два раза больше. И тем не менее, у нас получилось всего лишь семь корзинок. Но это как? Но получилось бы восемь, если бы я не доложила бы в эти. Но все равно мало, понимаете? Имейте в виду. Сейчас мы это все ставим в духовочку. И я расскажу, сколько, как, на сколько. Итак, я выложила наши вот эти корзиночки. Дэн, тихо. Ну что, я выложила наши корзинки на противень. Сейчас поставила духовочку на разогрев. Она быстренько разогреется сейчас. Я поставила на 200, чтобы она и сверху, и снизу работала, как бы сверху, и снизу пропекала. Всего нужно выпекать 20 минут. Первые 10 минут на 200, вторые 10 минут на 150. Итак, крошечки, все уже доготовилось. Я еще добавила 3 кекса, но они немного желтоватые получились. Такого желтого, видите, немного цвета по сравнению с этими, потому что там чуть больше я не рассчитала яйца. Но еще 3 кексика, оставшиеся творог я туда офиганула. Так что все. Отправляем их в духовочку 10 минут на 200. Так, вверх-вниз 10 минут. Ой, время. 10. О, ровно 10. Ждем. Так, ну что, девочки, у нас 10 минут прошло на 200. Теперь я выставила на 150, и мы продолжаем их делать. Сильно они не поднялись, даже вообще не поднялись. Поэтому, возможно, все будет окей. Ну что, мои хорошие, прошло 20 минут. Давайте посмотрим, что там. Та-дам! Ой! Это я... Да. Аккуратно. Так, сырнички, наши сырнички. Надо вот один достать, короче, и прям вот залезть туда ложкой, мне кажется. Зубочистку надо туда засунуть. Если она выйдет сухая, тогда нормально. И вообще, нам кажется, нужно еще, чтобы они подрумянились. Это не сырнички, а запеканка называется. Да, сырнички немного не подрумянины. Я бы тоже хотела, чтобы они были подрумянины. И давайте я вас поближе поставлю, чтобы все лицезрели. Таня говорит, сейчас подскажет, все, что делать. Она, наверное, профи. Так, смотрите, заглядываю. Ну, можно? Да нет, а может быть уже нормально. И как бы не знаю. Короче, мы выставили верхний с обдувом на 4 минутки еще поставили. Сейчас посмотрим, что будет. Ну что, мои хорошие, мы поставили на 4 минуты, потом еще на 4 минуты, на 180 градусов. В общем-то, у нас чутка подрумянилось что-то там. И я думаю, что можно вытаскивать. Я же выключила духовку. Вот такие вкусняшки, да, у нас получились. Я вытаскиваю их. Так, ну вот получились какие наши кексики. Сейчас они остывают, и потом мы будем пробовать. Ну что, мои хорошие, все готово. Наши кейки, сырники, они сделались. Один я уже попробовала, тот, который делала второй, туда положила меньше сахарозаменителя, не хватает сахара. Давайте я попробую тот. И полный, кстати, горшочек. Они не поднялись хорошо. Можно было делать полный. Давайте сейчас откроем и посмотрим. Они хорошо вытаскиваются, выглядят очень красивенько. Вот так вот. Давайте пробуем. Вот здесь сахара побольше, уже вкуснее. Еще можно было бы присахарить бананы. Совсем не чувствуется, ну, сладости банана. Можно было бы сделать больше сахара. Но в целом все пропеклось. Реально очень классные, вкусные. Сахара вот реально не хватает все-таки чуть-чуть. Я с сахарозаменителем еще экспериментирую. Поэтому главное, что все пропеклось. И все вкусно, классно. Ничего нигде не повылезало, не повзрывалось. Это уже хорошо. Огонь! Можно еще сахарной пудрой присыпать. Можно что-нибудь сделать твороженое наверх. Мне кажется, очень вкусно будет. Классный рецепт. Таня говорит тоже, что сахара чуть-чуть не хватает, но в целом вкусно и классно. Главное, что все пропеклось. И реально они прям кайфовые. Я вот такие сырники люблю. Совершенно не чувствуется, что здесь была рисовая мука, если честно. Как будто обычно использую. Нет никаких посторонних привкусов. Поэтому буду вот такие вот сырники. Делайте дальше. Очень удобно, что они вот... Ничего не пачкается. Они просто вот в таких горшочках. И все. Все, мои хорошие. Надеюсь, рецепт вам мой понравился. Вы обязательно попробуйте и напишите в комментариях, как вам. Не жалейте сахара или сахарозаменителя. Все, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!